ну третье кино пока батарейки терпят давайте сюда посмотрим с этим абрикосом у меня же постоянно мы хотим всю подноготную мы хотим про каждый сорт по каждое дерево знать применять слово историю его появление развития ну вот давайте смотреть сказать что это роскошь это ничего не сказать вот значит там написано там написано десертное филиппио это единственное дерево от него вот вот а плоды у него до 100 грамм а бывает и больше 100 грамм так буду ли я вообще у меня даже дилемма когда одно единственное дерево стоит его резать на черенки или не стоит вот или сохранить давайте мы сейчас посмотрим что на себя представляет вначале рухнула вот эта ветка просто обломила знаете почему правильно не урожай был вот она уже лежит ладно на нее пока не смотрим вот вот эти ветки она сильно роскошная и вот эти ветки после того когда я на них делал брал все черенки просто подсохли видите какие раны не такие вот как обычно я делаю вот такие ранки вот то есть ему еще пока этому десертному слабовато приходится здесь сибири вот здесь тоже ветка была уничтожена видите что теперь случилось после этого ничего хорошего не случилось но жив курилка его обладает уникальными способностями для восстановления смотрите как выглядит вот уже полопалась кора нет она себя залечила и ни коем случае нельзя замазывать вот это живая ткань и нельзя замазывать подчеркиваю живая не замазывать но что делает дерево перестраховка видите ниже вот эту ветку это уже то что проклинаем и все но чуть ли не сказал наукой отдельными представителями науки волчок который надо уничтожить а знаете почему он отличается это важнейший момент когда-то войдет в учебники почему если вы приглядитесь вы увидите что на нем нет светочек почек видите смотрите внимательно почему он вылез из не из почки это не было спящая почка либо бы этом с клетки именно поэтому у него начинается новый период жизни с нуля вот здесь все в цветах все-все-все-все основная ветка обратите внимание вся основная ветка вся в цветах а вот это нет вот она а это нет почему она вылезла из почки вот это то есть из клетки вот это из почки вот и нас Вот это принципиально нравится. Из-за того, что это открывает один из важнейших, до сих пор, до 21 века непонятых и непринятых моментов, таких основополагающих принципов, заложенных в деревьях, это возможность расти веткам, а вспомним микроклонирование, даже целым деревьям из клетки. И вот здесь получается вот такая разница. Но если вот эта ветка как ветка, а это, ах, караул, на ней нет почек, цветочек, и может еще год не быть. Почему? Начинает жить с нуля. Ветка из клетки начинает жить с нуля. Значит, ей нужно год-два-три для того, чтобы она стала плодоносить. А так как она год-два-три не плодоносит, вот это вот, вот это вот, то ее умудрились назвать жирующей, что является страшной ошибкой невероятной. И заставили все эти сайты, блоги, как их там называют, каналы, на них злобствуют, свирепствуют люди, которые уничтожить, 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 уничтожить. И я должен был уничтожить. И не просто уничтожить, я должен отрезать на кольцо. Вы представляете, какая будет страшная рана? Чтобы вот эта вот уже точно погибла. Она погибать не собирается, она у меня много лет будет плодоносить. А почему здесь? Зелень, зелень, зелень. Зелень, видите? Сейчас обойду с другой стороны. Потому что я уже брал с нее для заготовки черенков для вас, друзья. Вот она, зелень. Вот. И каждый раз после этого, давайте я возьму самый интересный момент. Смотрите. Вот это верхушечная почти. Нет, это такая же боковая. Вот боковая ветка. Вот. А боковые мы обрезаем. Я, чтобы делать дерево каким? Я обрезал, чтобы сделать дерево маточным. Вот она, ранка. И от нее что пошли? Видите, вот это вот, всего 15 сантиметров, да? И от нее пошли раз, два, три, четыре, пять веток. Вот они. До полутора метров. От метра до полутора. Все они годятся на прививку, особенно вот эти, что раз, два, три, вот эти, которые потолще. Те какие-то вот цветости, на них уже букеты цветов, вот те две потоньше. А вот эти три, это просто чудо на прививку. И это делается специально, чтобы каждая отрезанная ветка дала, видите, в данном случае пять. А вот эта дала четыре. Ну-ка еще. Вот эта дала четыре. Вот. Вот эта дала четыре с половиной. Вот эта, не знаю те, кто требует страшной, я все время подчеркиваю, я раньше применял слово неправильное там. Я говорю, со злобой, со злобой. Вот давайте все ветки укорачивать, давайте. Потом караул загустилось, не понимая связь между загущением, вот таким. Вот. А потом караул густой, давайте осветлять. Вот это, как собака гоняется за своим хвостом, является одним из самых страшных заблуждений в садоводстве. Ну что, еще погуляем немножко. Вот. Ну, уже просто погуляем. Мы с вами говорили, всего шесть с половиной минут. Так. Вот. О, видите. Это та же самая слива. Венгерка на абрикосе. Тоже давала плоды, я показывал. Еще показать. Это у меня начало следующей деятельности. Вот еще венгерка на абрикосе. Смотрите внимательно. Вот. Видите? Дядя обманул. Раз, два, три, четыре, пять. Еще пять плодиков висит. Вот. Теперь, значит, смотрим сюда. Прививка. Именно на скелетную ветку абрикоса. Да, на мощную ветку. Так же, как в предыдущем фильме. Дала пусть поменьше прироста, но все-таки дала прирост и будь здоров. Метровая. Так, теперь. Это опять можно отрезать, отрезать. Вот. Но, тем не менее, здесь уже, как сказать-то, получается не все хорошо. Если приглядитесь, вот эта вот ветка собирается умирать. Это значит, что одного поколения не хватило, одного, вот видите, еще раз показываю, вот эта полумертвая. Одного поколения не хватило, чтобы она взяла, это же двухлетка, она переживала уже морозы. Вот. Видимо, биологическая совместимость не очень. И я вам, друзья, объясняю, что такое биологическая совместимость и несовместимость. Если она не полная, а мы хотим, чтобы по двое был минус 50, привой, который редко бывает ниже минус 30, мы хотим, чтобы дала хотя бы 40 после прививки. А она при 20 умирает. Она при ныре умирает. Она просто не хочет даже просыпаться, прививка. Она уже изначально мертвая. Вот. Понимаете, о чем речь идет? Ладно, мы говорили про абрикосы. Пойдем смотреть на абрикосы. Пойдем смотреть на абрикосы. Нет, пожалуй, мы тут были. А чтобы такое увидеть, чего не видели. Чуть непонятное, необычное. Непонятное, необычное. Так. Это все тоже яблоко все еще. Я его держу как экспонат. Здесь укусила клюнула птичка. Постепенно сгнила. И теперь это все якобы зараза, что надо все дерево прыскать, прыскать, прыскать. И когда пишут шесть раз за лето, я с весны до утра, я еще уже ничему не удивляюсь. Вот. Хотя я никогда не видел никакой заразы на своих деревьях. Вот. Черный абрикос. Не очень популярная культура. Но, тем не менее, нарежу, раз уж это. Нет. Пару человек попросил вот черный абрикос. Очень мало у меня черенков с сувенира Востока. Вот что мало, то мало. Вот. Вот это на любителя. Знаете как? Мне удалось с 30 до 100 грамм увеличить вес плодов абрикосов Мичуринский. А вот это я привез с Украины, как персиковый. Упрямый. Представляете? Одна прививка мертвая. Вторая прививка мертвая. Идем дальше. Третья прививка мертвая. Еще поищем. Четвертая прививка мертвая. Видите? Вот. Как они себя чувствуют? Хреново. А, пятая прививка мертвая. Вот она. Итак, 5 из 5 мертвых. Это совершенный новичок. Я привез его с юга Украины. Вот. Уже привит на морозостойкий манжурский абрикос. Кстати, видите? Разве может сгнить моя шейка корневая? Нет? Правильно не может. А он, видите, ветки нижние. Это от этого, от манжурца пошли две. Вот они. У них свет другой. А вот это вот елки-моталки. Это получается... Кстати, вон еще шестая мертвая. 6 из 6. И получается, что... Что ж мне этому бедному делать-то? Плоды у него грамм 20. Сладкие. Вот. Ветки на прививку имеются. Вот. Вот, вот, вот. Резать, наверное, не буду. Кто ждет от меня 100-граммовое, вдруг получит 20. Или, если кто-то скажет, допустим, у меня 20 будет. Зато сладкие, зато это. А пылят эти самые. В общем, я не зря сказал, что удалось увеличить с помощью прививок. Крупность академика. Вот. Мой сорт личный называется крупноплодный железово. Вегетативный сорт. Вегетативный код. Вот. Мичуринский увеличился в 20-3 раза. Что получается? Надо бы с ним работать. Можно несколько поколений вернуть ему 100-граммовость. Это же было плоды, гиганты. А у меня уже второй случай такой. Знаете, как получилось, когда я веточку подарил Боднеру покойному, а через 10 лет мне пришлось клянчить у него свою веточку. Потому что у меня получились настолько мелкие, что я махнул рукой, а потом еще и погибли. А я тогда не знал, что с помощью прививок можно укрупнеть. Ну вот, получил обратно уже от этого, от царства его небесного, от еще живого тогда Боднера Борисосия. И сейчас выращиваю следующее поколение. Следующее поколение выращивает. Вот такие дела. Вот сливку привел. А что за... Ой, грушку привел. Смотри, какие просто красивые, да? Это груши всегда лезут вверх. Никаких вот этих... Я не знаю, видно меня, нет, что я сейчас делал. Глупость, дурь, не всусветная. Груши, это их генетическая особенность. Вверх, вверх, чтобы с помощью листьев спасти штаб от гниения. Нельзя, которые просто уничтожают ветки. А другие еще хуже. Мы не уничтожаем, мы жалеем, мы вот так делаем. Вот это и есть величайшая глупость на свете. Вы даже не знаете, что потом вот в этих развилках появляется... Ну сколько уже надо в новоучебнике, уже надо кричать на все это. Когда вы вот так делаете, разгибаете, вот здесь вот, вот здесь вот. Смотрите внимательно, сейчас эту палку уберу. Вот, ну ладно, пусть стоит. Вот здесь вот начинается разрушительная деятельность. Потому что, не дай бог, еще урожай. Она еще не ломает, но уже уничтожается, потому что у них ткани растягиваются. Это мои многолетние наблюдения. Ткани растягиваются, ткани растягиваются. Вы, специалисты, как с вами еще разговаривать, когда, хоть волком вой, хоть, как уже иногда хочется, как там, помните, в мультфильме, медведь с волком сидят и... У-у-у, мне уже хочется выйти уже на всю страну, на весь мир. Вот этого нельзя делать. И от природы она должна расти вверх. Бывает, не привитые вот так распластываются, как хотят, вот так. Потому что они привитые, у них боковая почка становится центральной. Вот такое вот получается чудо. Но уж коли ей повезло, и даже привитая лезет вверх, жадьи бога, не трожьте ее. Пусть растет вверх. Да, сейчас я посмотрю, что здесь такое, и скажу, обречены на эту, на отрезку черенки или нет. Минуточку. Все, некогда нормально бирки повесить. Вы что-нибудь видите? Видите? Вроде московская зимняя. Потом разберусь. Вот это у меня новый сорт. Это я от Чернобаева. Значит, надо будет эту веточку отрезать и еще себе привить где-нибудь. Так, ну что еще посмотреть? Пусть запись идет, а мы ходим. Вот точно так же, смотрите. Это фаина. Это супер сорт, да? Еще раз посмотрите, какие у них расстояния между узелем. Вот. Очень близко друг к другу. Видите? Видите? А вот подвойные, вот это маджурский абрикос. Смотрите внимательно. Вот такие расстояния. Вот. Это совершенно две разные вещи, так скажем. Вот. Точно так же венгерка. Супер сорт мой. Вот. Это одна из трех венгерок. Вон она, бирка. Не буду сейчас на нее смотреть. Одна из трех. Вот. Капризно невероятно. Опять прививки мертвые. Вы думаете, я не умею прививать? Вот. А что получается? Зато она сама привита. Это какой-то из новых сортов. Не пошли. Зато она сама привита на красно-синюю китайскую сливу. Вот она. Она пошла ниже прививки. Внимание. Прививка очень низкая. Вон где это. Даже видно, где она. А она еще ниже. Вот отсюда пошла. И вот теперь, вот это вот. Или если даже будет довести. Но это особая селекционная работа. Ей надо заниматься. Но не занимается данный момент ни один человек на планете. Даже я уже не могу. Вот если довести до плодоношения. Не вот эту привитую. Роскошную. А именно вот эту. Я не говорю, что ее поменяет характеристики. Она благодаря тому, что я это называю селекцией сверху вниз. Сверху вниз. Вот. Может быть, ни черта и не увидите. Плоды, как были, так и останутся. Но. Насыщение ментора по Мичурино имеет место быть. Это значит, что теперь, если взять с нее косточки. Если эти косточки порастить, вырастить с них. То есть плоды. С плодов косточки. Порастить. Вырастить однолетние, там двухлетние саженцы. Привить на них. Опять вот эти вот. Это уже насыщение ментора по железу. И получится что? Получится насыщение. Плюс наслоение по железу. Насыщение по Мичурино. Наслоение по железу. В сумме дает уникальные результаты. То есть будет уже не такое. Вот у меня есть еще одним поколением позже. Внимание. Жалко. Идти надо куда-то. Идти надо, идти надо. Вот сейчас покажу. Вот. Они уже получаются гораздо мощнее. Вот такое, например. Вот видите? Вот. И я уже его настолько мощно начал использовать как скелетообразователь. Вот. Видите, какую я на нее привычку сделал? А привычка интересная. Опять же. Две. Привил две веточки. И одна пошла, стала мощным деревцем. Смотрите. Вот она. Вот она. О, просто какие. И светет. Будет свисти. Но вторая не пошла. Я таких случаях даже не трогаю. Раны не замазываю. Я просто не трогаю. Раны зарастают сами. Стоит только замазать, и это место под нее начнет гнить. Видите? Не трогаю. Вот такие дела, братья. Ну, раз уж меня принесло в этот край, что я тут еще могу увидеть. Вот. Интересно, что... Псианские близнецы. Слева мазурский абрикос подвойный. Он как вымахал, вылез снизу наглый. Я его сразу не заметил, а потом решил не трогать. А справа это привитый. Это академик. Вот он. И у меня... Не сегодня же мне 150 черенков высылать. Я похвастался, что первый же заказ, единственный заказ я взял предоплату. Но вот к этому человеку вопрос. Он знает, что надо прививать с самого низа. То есть не с самого низа, брать вот именно эту часть. Но она очень толстая. А вдруг запорит? Ой, не знаю я. А вдруг у нее мертвые будут? Вот когда вот такие вот уже... Такие лекси намного привить. И приживутся хорошо. Почему? Клин получается более ровный. Вот такой клин сделать ровный очень сложно. Но это все. Это у меня диски номер 9, диск номер 13. Кому надо, все узнает. Кстати, желающих почти нет. Я же не помню, когда последний раз диски высылал. Странно, да? Желающих привать практически нет. У нас в России садоводство медленно умирает. Это факт железный, стопроцентный. Кстати, что здесь делают? Этот самый. Так, откуда-то у меня упало. Откуда-то у меня упало. Странно. Кстати, прекрасная вещь вот эта. Вот, видите, этой косточки цены нет. А почему она тут лежит? Самая ближняя прививка. А, вот она. Самая ближняя. Странно. Ну, кто-то ее ел. Ел, 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 ел. Ну, что мне делать? Выбросить эту косточку? Жалко. Ладно, заберу. А то будете думать, что я обнагрел такой, что уже и ленинью косточки собирать. Только почему тогда в трех метрах от этого ближайшего дерева. От венгерки. Ладно, это так все. Все к случаю, к случаю, к случаю. Вот, люблю ходить, люблю наблюдать. Вот. Здесь у меня тоже прививка венгерки, но уже все, уже нету этих. Кто не я съел, те уже доедали. Тоже, как вот эту. Так, что дальше? А дальше гепатогенная зона. У меня еще есть время. Гепатогенная зона. Ни живо, ни мертво. Ни живо, ни мертво. Ни живо, ни мертво. Уже и бирку повесил, как постоянное, бесполезно. Вот. Здесь были попытки. Вот. Видите? Пусто, 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 пусто. И гепатогенная зона кончается вот тут. Видели? Вот я сейчас хожу. А дальше уже нормально пошло. Вот уже приросты. Это дерево в конце гепатогенной зоны переболело. Вот. Очередная. Очередной априкос. Так? Вот. Вот здесь гепатогенная зона. Я не просто говорю, я специалист не из последних. Я меряю галакоцинными рамками. Вот. Недавно был разговор с женщиной, который... Это... Как это называется? Онкология. Я говорю, ну давайте я приеду к вам с рамками. Померю. Может кровать надо переставить. Может, что. Ну вот. Ну, дала адрес. Приезжаю. Встречает меня. На улице мужик. Я бибикаю. Здрасте. Вот где женщина я хотел. Вот. Мне некогда. Я уезжаю. И смотрит на меня. Я развернулся. Вот. Вот. Ну я еще сказал, что адрес дала его жена. Вот. Даже не успел рот током открыть. Мне некогда. Извините, я тороплюсь. И все. Вот. И смотрит на меня. Я уехал, он остался. Вот так бывает. Ну что, друзья. Полюбовались на гепатогенную зону. Да, она невидимая. Да. Невидимая, несвышимая. Сколько горя от нее. Это сколько лет, десятилетий еще пройдет, пока наука узнает и поверит, что это не как-то было не пара на какие-то нормальные. В общем, что угодно. Когда смотришь, что такое биополе, они только Джону-то и знают. И то с иронией, мол. Ну, это невероятно. Это такое дикое заблуждение, что не понимают смысла этого даже. Не понимают важности. Не понимают, что это миллионы загубленных жизней. Это миллионы страданий. Не просто, ладно, вот внезапно. Вот сейчас в раз умер бы, и слава богу, без всякой боли, без ничего. Но этому чаще всего предшествуют такие страдания, что люди не рады, что на свет появляются. Вы знаете, у нас не принято, а еще тут осталось у меня три минуты. Я уже так просто рассуждаю. У нас не принято то, что называется самоубийство или узаконенное убийство. Как там, не наше слово. Забыл. Забыл, как называется. Ну, в общем, вы поняли, о чем смысл. Дайте человеку уйти без боли. То есть прекратить боль, потому что это невыносимая жизнь. Каждый день мучения. Вся жизнь, в которой было много радости. Но в эти мгновения все забыто. В эти минуты, часы, дни, ночи страшные. Все забыто. Есть только боль, боль, боль. Но есть еще одна. Это можно еще спорить, что где-то там, то ли в Бельгии, то ли в Голландии, уже 22 тысячи людей, уже, наверное, 30 тысяч ушли из жизни добровольно. Это их право. Мучиться или уходить. Это их право. Но третий-то путь-то перемерить все квартиры, перемерить рабочие места. И тогда окажется, что многих людей можно просто избавить от этого, от будущих страданий. Ой, ладно. Вот такое у меня. Это я не могу стоя разговаривать. Мне надо ходить, ходить, ходить. Все, друзья, закончили еще одну, третий фильм за сегодня. Но это потому, что сегодня потеплело. Плюс один, красота. Вот, даже руки почему-то не мерзнут. Хотя они уже артритные. Или артрозные. Ну все. Давайте не прощаться. Но, раз уж получилось так, что он сейчас отключится через 2 минуты сам. Поэтому эти 2 минуты скажу. Ребята, научитесь пользоваться рамками биолокационными. Пожалуйста. Вот, каждый пятый из вас. Сейчас очень мало людей, которые имеют нормальное, среднее даже биополе. Это диаметры 2 метра или метр в радиусе. Вот. Этот любой из таких человек может научиться владеть рамками. Рамки будут слушаться. Если нет биополе, или слабое, и к концу рабочего дня, после компьютера оно особо слабое. Сильно уничтожается. Постанавливается только после сна, после длинного отдыха. Но, есть еще примеры к тому, как его поднять. А так как не успеваю вам ничего сказать, а уже фильмы у меня есть, заказывайте, смотрите. Они бесплатные. Вот. А что там, я учу. Любые вращательные движения. Вращательные. Станьте тибетскими монахами. У вас будет такое биополе, что рамки будут послушные вам. Главное, когда вы рамками будете работать, вы должны уметь отключать сознание. А то вам кажется, вот здесь саженец погиб. Померю-ка я его, это место. И они возьмут послушно повернуться. Точно. А на самом деле там нет никакой зоны. Это как тот товарищ, который купил на 100 на 200 тысяч саженцев, и все мертвые. Там уже не зона виновата. Это мертвая зона в нашем, в этом самом, в нашей стране. Это мертвящее, вот, огромное мертвящее поле этих людей, мерзавцев, проходимцев, мошенников, которые выкачивают с нас деньги. Их сколько больше. Вот. Как-то их все больше, больше, больше. Нет никакой, как это называется, вот. Никакой селекции людей. С каждым годом нас все больше, больше обманывают, мы все хуже живем. Вот. Давайте спасаться сами. Даже это в наших руках, в наших возможностях. Научиться владеть рамками и хотя бы себя и близких спасти. Особенно там, где есть больные, хронически больные. Вот на этом я заканчиваю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok